Жил-был на свете Ашигариб. Бедный-бедный парень был. Ну, бедному жениться и ночь коротка. Не за что жениться. Он пошел к невесте и говорит, ты знаешь, родная моя, я уеду в чужие края, говорит, заработай вор там, говорит. А если не заработаю, приду обратно домой, говорит. Ну, она начала плакать, он плачет, она плачет. Ну, поплакали, а он все равно, говорит, у него мечта, я все равно поеду. Ну, он ей объяснил все. Теперь, говорит, пойду матери скажу. Пошел матери, начал говорить. Мама, говорит, я, говорит, дал клятву, говорит. Еду, говорит, на семь лет, говорит, в чужие края, чтоб заработать, говорит, себе, говорит, копейку, чтоб потом, говорит, сыграть себе свадьбу, говорит. А мама плачет, говорит, не едь, сынок, не едь, не бросай нас. Ты нас покинешь, мы пропадем здесь с папой вдвоем. Ну, он говорит, нет, мама, не тот человек, который сказал и от своих слов отказывается, а тот человек, который сказал и делает это дело. Ну, он не послушался и мать, и ей, говорит, знаешь что, мама, ты меня, говорит, не забывай, говорит, и я тебя, говорит, не забуду, говорит. И так он до утра дожил, утром встает, берет свою пустую сумму, кидает через плечо, берет свою вскрипку и в путь дорожку. И я, идя, 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 дошел до Израиля, дошел до израильских земель, утомился, говорит, остановлюсь здесь, поищу работу. Ну, нашел он работу. Работа очень тяжелая. Тяжелая как для него, ведь он голодный, он холодный, он голодный. И нигде никого. Ну, утром идет, вечером приходит, вечером приходит, берет свою скрипку и поет. Пусть, говорит, проклят будет, говорит, этот клятый заработок, говорит, потому что, говорит, здесь, говорит, и заболеешь, говорит, никто кружку воды, говорит, не подаст, никого здесь нет. Ну, и утром снова такой же собирается, опять идет на работу. И так он, сколько он там был, не был, но он заработал там. Ну, сам себе вечером садится, скрипку начинает настраивать и говорит. Да, если б мама была, говорит, здесь, я, говорит, на колени ей упал бы, а если б отец, говорит, был бы, говорит, здесь, говорит, я бы, говорит, посочувствовал ему, говорит, и пообещал бы, говорит, что никуда не пойду. Ну, здесь, говорит, никого нет, я один, говорит, как в поле, говорит, и линка одна. И так он заработал, конечно, деньги, теперь, говорит, соберусь, поеду домой. Но перед тем, как домой ехать, он, говорит, надо же сообщить домой, чтобы меня хоть встретили там, говорит, кто-нибудь. А кто его там встретит? Там мать с отцом, бедные старики уже, из этих года, что он там был, еще хуже стали. И он пишет, мама, напиши мою черную судьбу и повесь на дерево розы. А сама выйди в дорогу и смотри, с какой стороны будет идти твой сын. Ну, и так проходят дни, он приходит и, говорит, встал утром, нашел, говорит, одну узкую дорогу, говорит, ну, не могу, говорит, перейти. Семь лет, говорит, этой, говорит, идиотской, говорит, работы, говорит, не мог, говорит, побороть, говорит, и так собрался, приехал домой. Приехал домой, его никто не встретил, потому что там два старика, оба слепые сидят. Заходит он в комнату и говорит, мама, я твой сын приехал. Она говорит, нет, моего сына нету, мой сын уехал на семь лет. Мама, это я, говорит, твой сын, повторяет. Она опять говорит, нет, это не мой сын. Тогда он берет скрипку и начинает играть и повторять ее слова, которые она говорила. Не едь, сынок, я кинусь за воды и кровяными слизьми буду плакать. Тогда она вспомнила и говорит, да, это мои слова. Ну, а она повернулась и говорит сыну, не вижу, сынок, говорит. Глаза туманом, говорит, затуманило. Потом через некоторое время чуть-чуть туман отошел. И она плачет и говорит, родимый сын пришел передо мной, говорит. А я, говорит, не вижу его, говорит. Ну, слава Богу, говорит. И так они обнялись, целовались, делились всем, что он видел, рассказывал. А на утро, говорит, знаешь что, мама. Пойду, говорит, к невесте, говорит. Если она, говорит, согласна, говорит. Я, говорит, сыграю свадьбу, говорит. Ну, хорошо, иди, сынок, говорит. Он пошел. Не доходя до дома, видит, стоит дом. Дверь приоткрыта. Он берет скрипку и поет. Дверь открытая, говорит, приоткрытая. Но никого, говорит, не видать. Дорогая мать, говорит, где ты есть, говорит. А зовись, говорит. Если ты, говорит, свою дочку не отдашь за меня, говорит. Я, говорит, жизнь погублю свою. Тут она узнает ее голос. Его голос выскакивает, обнимает его. Забирает его в комнату. Слово по слову договариваются. Свадьбу играть. Ну, хорошо, согласились. Он приходит домой и говорит. Мама, она согласна. И начинает собирать музыкантов. Там и музыканты, и трубочисты, и бубанисты, и гармонисты. Там только скрипачи, только кого нема во дворе. Всех собрал во двор. А соседи, говорит, а шо тут интересно у этого бедняка, говорит, такое, начать удивляться. А он встал на порог и поет. Да, говорит, буду любить тех, говорит, которые меня почитали, говорит. А не тех, говорит, которые с меня смеялись, говорит. Они что, смеялись, когда он был бедный? Соседи посмотрели кругом, замолчали. И они гуляли целую неделю эту свадьбу. И нас в Бритайфу пригласили. И мы были там. И бездонными сапетками водку носили. И так пришли домой в Старый Крым. Вот тебе и перевод готов.